ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня утром Макеевская школа номер 21 попала под обстрел украинских неонацистов. Снаряд упал неподалеку от здания. От взрывной волны в школе вылетели стекла. Детей своевременно эвакуировали и отпустили домой. Как говорят преподаватели, никто из находящихся в школе, к счастью, не пострадал. Обстрел случился прямо во время уроков, когда в школе находились дети и преподаватели. По словам завхоза Елены Жердевой, во время взрыва все сохраняли спокойствие и действовали четко по инструкции. Дети научены уже так, как вести себя во время артобстрела. Мы их учим, чтобы не выходить на улицу и куда выходить из классных комнат. И в этот раз прямиком из классных комнат опытные преподаватели, организованные быстро, перевели детей в безопасное место – подвальное помещение. Нас всех быстренько хоп-хоп-хоп собрали и вывели в коридор. Мы потом гуськом пробирались, там тоже окна в коридоре, мы пробирались, потом нас вывели в подвал. Дети младших классов, они стояли либо в холле, либо тоже в подвале, там, где мало окон. То есть все у вас было четко организовано? Да, у нас же были репетиции всякие. Все идеально, все четко, никакой паники не было. Сразу детвора на эвакуацию учителя стали выводить деток и сразу туда, и убежище мы повели деток. Вы перебогались? Ну, ну как же. Стороны вооруженных кораблей. Как долетели, не было ли страшно? Нет, все нормально. А как в целом полет прошел? Отлично. Все, нас ее поселили, и все очень хорошо. Все хорошо. Я с Донецка приехала, так что мне не страшно. Из Донецка? Вы из Донецка приехали? Так что мне не страшно. Я 9 лет тут. Вы 9 лет прожили в Донецке? Нет, я только 9 лет у нас знакомые. А что вы делали в Донецке? Вы там... Я живу там. Я еду к дочери и внуку. Мы два года работаем с водителем. Это обычный парень из Донецка. Вот самый обычный пацан. Пока мы с моим оператором перевязывали, оказывали помощь в подъезде, он выскочил на улицу. Третья волна началась, обстрела. Он увидел ребенка на руках у отца. У ребенка разорванная нога была. Там время шло на секунды. Он его схватил, закинул в машину под обстрелом, оторвав бампер, оторвав глушитель. По встречке повез травму. И Антоха спас этого ребенка, потому что скорую бы мы не дожидались. То есть если человек имеет удостоверение инвалида, первое, второе, там, неважно какой группы, выданной во время на Украине, либо ДНР, сейчас тысячи людей должны еще раз проходить эту медкомиссию. Вы представляете, это время, деньги, это невозможность передвижения у человека, если это инвалид первой группы, лежачий, да, или если это ампутант, ну вот человек без ноги. Мы очень против того, что эти люди должны еще раз подвергаться этой процедуре. Когда мы начали работу в четырех регионах, было два кинозала. Сейчас работают так. Да, ладно. Так и есть, так и есть. Ребята, и старшее поколение, и молодежь была решена возможности вообще, какое бы то ни было кино смотреть. Два кинозала на четыре. Два кинозала на четыре региона было, да, сейчас в новых регионах 51 кинозал. Конечно, нам очень важно, чтобы и молодые люди, и старшее поколение имели возможность приходить на те же фильмы, которые идут сейчас во всех регионах остальных. И с этим мы справляемся и вместе обсуждаем премьеры, что-то больше нравится, что-то меньше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!